Сегодня мы показали самый маленький, самый маленький арсенал защиты передней руки. Но вот этот арсенал может быть и достаточно для нормальной, нормальной, плодокурной защиты. Давайте повторим, и уже без Владимира Петровича, что мы сегодня делаем. Мы сегодня в стоечке, делаем защитные движения, поставочки правой руки. Мы опять же, все защитные движения, которые делаются руками, желательно делаются смягчением чуть-чуть назад. Как бы мы смягчаем силу удара. Подставочка, шаг назад, и опять ручка. Как бы мы поворот кистик, ловим керчаточку, шагом назад. Поймали, шаг вперед. Поймали, шаг вперед. Шаг вперед, вот этот шаг вперед, может быть и удар. Поймали, ударили. Поймали, ударили. Следующее защитное движение мы делали разрыв. Если мы делали с подставочкой маленький шаг назад, то здесь мы уже делаем шаг назад, чтобы разорвать дистанцию, чтобы нас противник соперник не достал. Разорвали дистанцию, вас атакуют, вы разорвали. Обязательно толкаться носочком левой ноги. Разорвали дистанцию. То же самое мы можем разорвать дистанцию и атаковать. Разорвали, атаковать, атаковать, атаковать. Все это самое. Следующее защитное движение мы делали подсед. Подсед на стульчик под переднем углу. Это может быть и под правую руку, под переднюю руку, какая рука, какой в стойке стоит ваш партнер. Подседник. Подседник. Вот с этого подседа все, что хотите. Прямой. Прямой. Снизу. Снизу. Боковой. Боковой. Очень, очень хорошая защита движения. Но, как показывает практика, уже мало кто этим занимается.